Всем привет! Меня зовут Татьяна, я директор агентства Татьяна Барсукова. И сегодня в этом видео я хочу показать вам, как работать с поисковиком у нас на сайте TV Agency in UA. Этот поисковичок позволит вам самостоятельно подобрать себе тут. При этом вы экономите наше время. За это мы сэкономим ваши финансы в виде хорошей скидки от цены, которая будет указана на сайте. Еще один плюс этого поисковичка в том, что вы видите весь спектр отелей, то есть весь выбор. Не те 5-6 вариантов, которые мы сбрасываем, а вы можете полноценно посмотреть все те варианты, которые видим мы у туроператоров. Итак, давайте начнем. Зайдя на сайт, мы видим вот такую вот, в принципе, простую таблицу. Что с ним делать? Здесь мы вводим данные. Начинаем со страны. Выбираем страну. Стран тут много, как вы видите. Давайте начнем с самой популярной, самой запрашиваемой, с Египта. У нас сразу показываются курорты, на которых мы можем отдохнуть в Египте. То есть, если нам все равно, где отдыхать, мы оставляем галочки напротив всех. Если же нам нужен только Шарм-эй-Шейх, мы ставим галочку напротив Шарма. Откуда вылетаем? Города украинские аэропортами. И здесь немножко внимательно. Это даты вылета вашего. То есть, это не даты тура. Например, вы 18 января хотите улететь на 7 ночей. То есть, вы ставите с 18 по 25. Нет. Это даты именно вылетов. То есть, давайте смотреть. Если, например, 31 января вам нужно быть в Киеве, а 30 января последний день, когда вы можете прилететь. Соответственно, последний день, когда вы можете вылететь на неделю ранее, на 7 ночей, это 23 января. Поэтому мы ставим с, например, 18 января по 23 января даты именно вылета. Здесь мы уже указываем количество ночей. Почему здесь нету именно четкого, да, там 5, 6, 7 ночей? Потому что очень часто можно встретить, что 7 ночей дешевле, чем 6 ночей. Что 8 ночей дешевле, чем 7 ночей. Да, такое часто бывает у туроператора, поэтому лучше ставить именно вот такой вот промежуток 6-8 ночей. Вы можете увидеть разницу, да, в ценах на количество ночей. Кто летит? Летит 2 взрослых, 3 взрослых и так далее. Если мы летим с ребенком, мы добавляем здесь его просто выбирая количество лет. Количество лет ребенка очень важно. Потому что в разных отелях по-разному считают возраст ребенка по стоимости. Поэтому там ставим, например, 4 года. То есть если мы летим 2 взрослых и ребенок 4 года. Если летит 2 ребенка, мы добавляем еще одного. Здесь немножко, опять-таки, внимания. Если вашему ребенку до 2 лет, туроператор считает его инфантом. Инфант не платит за проживание в отеле. Он платит фиксированный авиасбор и страховочку. Поэтому стоимость за инфанта всегда будет фиксирована, добавляться к стоимости тура. Если вы летите вдвоем с ребеночком до 2 лет, пожалуйста, не указывайте его в поиске. Тогда указываются просто 2 взрослых. Если вы летите вдвоем с двумя детками, например, одному 5 лет, а второму годик. Тому, которому годик, не указываем в поиске. К стоимости, которая будет выведена вам здесь за двоих и одного ребенка, я фиксировано добавлю примерно в среднем 60-70 долларов, зависит от туроператора, за весь период отдыха. Оставляем здесь 2 взрослых. Есть еще у нас графа расширенный поиск. Что в ней? Выбираем звездность отеля, которую хотим. То есть, если в Европе, в Таиланде можем рассмотреть 3 звезды, то в Египте, понятное дело, лучше 4-5. Эта графа у нас показывает рейтинг по отзывам отеля. Рейтинг на Турправде. Там, в принципе, живые отзывы, так сказать, туристов. Но, опять-таки, они немножко, ну, не всегда они сходятся. Поэтому я всегда ставлю от 6. А там уже смотрим, да, просматриваем каждый отель, вычитываем другие отзывы и, самое главное, смотрим на YouTube. Потому что отзывы – это прекрасно. Но когда вы сами видите картину, разные люди по-разному могут воспринимать одну и ту же картину. Поэтому лучше всего смотреть видеообзоры на YouTube. Так вы сможете понять, можете ли вы полететь в этот отель или не можете. Далее. Выбираем тип питания. Все включено. Ультра все включено. Без питания. Завтраки. Завтраки-ужины. Завтраки-обеды-ужины. Все включено. И ультра все включено. В Египте выбираем все включено и ультра все включено. По-другому там невыгодно. Дальше. Здесь у нас указана стоимость. То есть, в принципе, мы можем отрегулировать, если мы хотим тут, например, до 20 тысяч за двоих. Но, опять-таки, лучше этого не делать, потому что иногда за те же 20-100 или там 20-500 вы увидите отель намного лучше. Поэтому мой вам совет, оставьте в покое эту брахту, пусть она будет так. Просто пролистывайте, ну, до того момента, когда уже как бы все. И не забывайте, что от цены, которая будет указана на сайте, будет еще дополнительная скидка хорошая за самостоятельный выбор тура. Дальше. Ну, здесь авиаперелет, разумеется. Что у нас еще есть? Здесь вот такие есть рекомендации, так сказать, да. То есть, можно выбрать отель, который лучше всего подходит для семейного отдыха. Можно выбрать отель с хорошим питанием или там диетей. Ну, опять-таки, можно, но я бы лучше этого не делала, потому что это намного сужает количество отелей, которые вам покажут в поиске. Вы не увидите полностью всю картину, и если, например, система считает данные отели с хорошим питанием, то я, если честно, не всегда с ним согласна. Поэтому лучше вот здесь вообще не трогать и смотреть, что же система нам покажет. Итак, данные мы ввели, нажимаем найти. Видите, опрашиваются все такие большие, крупные туроператоры, с которыми мы, в принципе, работаем. И вот, что нам показало. Что мы видим? Мы видим таблицу с отелями. Отель. Место нахождения. Можно нажать и посмотреть его на карте. Тип питания. Откуда вылет. Дата вылета. И количество ночей. Цена. Вот именно от этой цены будет скидка за самостоятельно найденный тур. Мы можем открыть и посмотреть подробнее. Итак, что мы здесь видим, нажав на ту. Мы видим, опять-таки, название отеля и краткое его описание. Здесь мы видим подробности имена тура. То есть, кто летит, дата вылета, время вылета, количество ночей, количество дней, дата вылета и время вылета обратно. Здесь мы видим, какой номер предлагается за эту цену. И тип питания. Также мы видим, что в пакетный тур входит еще трансфер, страховка. Не входит в виза, но в шармном виза и не нужна. Дальше. Что мы видим еще? Здесь графа. Видите, вот еще графы, которые нам предоставляют информацию. Здесь такое широкое, хорошее описание отеля. То есть, что вот входит. Что в номере есть. Что предоставляется на пляже. Что есть для детей, развлечения. Ну, в общем, в принципе, описание тут довольно-таки хорошее. Перейшем на... Если перейти на следующую графу, можно увидеть фотографии отеля, ознакомиться. Ну, разумеется, это фотографии от отельера, скорее всего. Поэтому, опять-таки, мы смотрим видеообзор на ютубе. Так намного лучше. Следующая графа нам показывает местонахождение отеля на карте. Довольно хорошая карта. Мы можем увидеть, где находится, если рядом какая-то инфраструктура, как далеко до моря и все остальное, что находится рядом. И в последней графе мы можем прочесть отзывы. Отзывы идут с Турправды. Есть еще другие источники отзыва, да, как Топходос, например. Можно еще... вернее, нужно даже еще их почитать. Но, опять-таки, не забываем за видеообзор. И так вам картина будет яснее об отеле. И так, теперь важный момент. Поисковичок, к сожалению, не идеален. Он не подтягивает всю возможную информацию, которую предоставляют туроператоры. Во-первых, почему? Потому что туроператоры часто меняют цены, и поисковики за ними иногда просто не успевают. И мы за ними тоже иногда просто не успеваем, если честно. Что он может не показывать? Поисковик не показывает доплаты за новогодние ужины в сезон. То есть, если вы ищете тур на Новый год, этот поисковик в этой цене не будет стоимости новогоднего ужина. Для того, чтобы узнать стоимость новогоднего ужина, мы пишем или звоним мне, говорим, нам нужна вот такая-то информация, сбрасываем ссылку с этого тура, и я проверяю, как бы говорю вам, окончательную цену со скидкой и с новогодним ужином. Что еще не показывает поисковик? Поисковик может не показывать доплату за вылеты у некоторых туроператоров. То есть, видите, тут даже здесь указано, что, возможно, доплата за вечерний обратный рейс, возможно, доплата за утренний рейс. В основном это авиакомпания Азур Эйр, да, то есть, если мы видим вот такой вот КЮЮ, это авиакомпания Азур Эйр, и у них, если вылет до 12, а в данном случае, видите, как раз у нас вылет до 12 утра, то будет доплата 25 долларов с человека за ранний вылет. И, опять-таки, если у нас вылет после 18 вечера обратно, да, вот именно вот эта вот ситуация, то будет также еще доплата 25 долларов за человека за поздний вылет. То есть, к этому туру у нас будет прибавлена стоимость еще 100 долларов. Так не во всех, то есть, вы можете поискать другие варианты, там, другие даты, например, вылета, да, или же, опять-таки, прописать мне, и здесь, видите, показываются варианты. Сейчас он откроется. То есть, вы можете или прописать мне, или сами посмотреть варианты вылетов, ну, здесь они по датам показаны, да. А я могу посмотреть, может быть, есть другие варианты вылетов именно на эту дату, именно на это количество ночей, потому что за день иногда улетает не один рейс данной авиакомпании, да, ну, и вообще всех авиакомпаний. Поэтому, если вы видите возможность вот этой доплаты, опять-таки, пишите мне. Ну, и вообще можно не заморачиваться, смотреть доплаты, не доплаты. Можно просто написать мне, попросить проверить актуальность цены и сказать, какая цена будет со скидочкой. Дальше, не показывается в этих стоимостях дополнительная страховка за возраст. То есть, если турист больше 60, у некоторых туроператоров 55 лет, там может быть еще доплата за дополнительную страховку, но она там небольшая, там в районе 4-5 долларов, что-то по типу того. Ну, нужно смотреть, опять-таки, и бронировки. Ну, и напоминаю, что эта цена не покажет вам доплату за инфанта, за ребеночка до 2 лет. Что еще хотела упомянуть, что поможет для более удобного поиска. Меня часто спрашивали, как найти конкретный отель в поисковике. Отвечаю, убираем название страны и вводим название отеля. Для примера возьмем Sultan Gardens. Вот он у нас, Sultan Gardens Resort. Нажимаем «Найти». Вот он у нас, собственно, тур, который, да, есть минимальная цена на данный период, на ваши данные. Поэтому мы видим, что поисковик удобный, поисковик информативный, с помощью него очень легко найти тур и за это получить хорошую скидку, да, финансово от цены вот этой. То есть от вот этой цены будет скидка за самостоятельно найденный тур. Спасибо вам за внимание. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. У нас будет много полезной информации. И до следующей встречи.